Создание в ЕС группы по информационному противодействию российской пропаганде является абсолютным лицемерием, заявила в интервью шведской газете «Хуфлудстатсбладит» официальный представитель Миттеров Мария Захарова. Издание охарактеризовало Захарову, недавно занявшую должность официального представителя российского внешнеполитического ведомства, как новую торпеду России в информационной войне с Западом. «Откровенно говоря, я не понимаю, почему нас обвиняют в пропаганде и связывают это с открытием телеканала Рошера на английском языке. Например, у НАТО тоже есть собственная тактика по продвижению своих сообщений. У всех великих держав существует служба новостей на английском языке», — сказала Захарова. «По ее словам, когда она работала в США, практически невозможно было привлечь внимание американских СМИ к опубликованию пресс-велизов или цитированию российских политических деятелей, за исключением тех случаев, когда мы должны были защищать себя от тех обвинений в свой адрес, которые не соответствовали действительности». На Западе в отношении России существует так называемая политика «Zero Good News from Russia». Она предполагает подачу сообщений о фактах коррупции, стихийных бедствиях, отсутствии демократии в России. При этом никогда не рассказывается о жизни обычных людей. «Очевидно, что успех телеканала «Рошра» связан с огромной потребностью в получении альтернативного мнения», — подчеркнула она. Захарова также назвала лицемерием создание ЕС-экспертной группы, которая будет вырабатывать стратегию в отношении российской пропаганды. «Это абсолютная лицемерия». В течение многих лет о русских формируется представление как о совокупности нецивилизованных хамов, которые пьют водку и носят шапки из медвежьего меха. «И когда мы пытаемся показать другую сторону медали, то нас обвиняют в создании пропагандистской машины», — сказала она. Субтитры создавал DimaTorzok